Если ты ярый фанат карасанского боксера Геннадия Головкина и ты не способен воспринимать никакую критику в адрес Triple G, пожалуйста, влепи сразу свой дизлайк, напиши ей в комментариях о том, какой автор пи***р и закрой видео. Не трать свое время. Но почему? В эфире канал «За нами уже выехали». Сегодня мы поговорим об украинской звезде профессионального бокса Василии Ломаченко и о том, как он обходит Геннадия Головкина в звании самого яркого боксера из постсоветского пространства. Накануне двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко техническим нокаутом победил еще одного двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Гильермо Ригондо. Бой прошел в Нью-Йорке на арене Мэдисон Скворгарден. Бой был чемпионский 12 раундов, но команда Ригондо отказалась от продолжения борьбы уже после шестого. Нужно понимать, что во всех раундах доминировал лом. Да, справедливости ради нужно отметить, что Ригондо для этого поединка поднялся на две весовые категории. Но факт остается фактом. Ломаченко нанес 37-летнему чемпиону первое поражение на профессиональном ринге, причем поражение абсолютное. Сразу после этой победы Ломаченко обошел Головкина в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного бокс-рек. Первое место в этом списке занимает еще один друг поклонников Triple G, Сауль Альварес. А теперь к главному вопросу. Как так вышло, что украинец уже сейчас вполне претендует на звание самого яркого боксера из стран СНГ? А учитывая, что он на 6 лет моложе Triple G, то носить это звание ему предстоит довольно долго. На самом деле в этом видео мы продолжаем свой накат на команду Головкина, который очевидно проигрывает команде Ломаченко. Шутка ли, но первый свой чемпионский поединок Ломаченко провел уже во втором бою на профессиональном ринге. Напомню, сколько лет к чемпионским боям шел Головкин. А еще давайте вспомним, как долго Головкин шел в своем первом поединке на HBO в формате платных трансляций. В 2011 году Геннад дебютировал на американском телеканале, а впервые за его трансляции люди стали платить только в 2015 году в поединке против Давида Лемье. То есть до ППВ Головкин шел 4 года. А знаете, когда состоялся первый бой Ломаченко в этой системе? Сразу же. За первый же бой Ломаченко на профессиональном ринге люди платили деньги. Знаете почему? Потому что Ломаченко сразу дрался с чемпионом мира или с людьми, которые до этого не терпели поражений. Так в первом же бою он победил небитого ранее мексиканца Хосе Рамиреса. Потом как раз очень спорно проиграл Орландо Солида, чемпионом мира, который в этом бою забил на вес, выйдя на ринг на 5 килограммов тяжелее Ломаченко. По ходу боя Солида нанес украинцу 41 удар ниже пояса, который почему-то не засчитали. И тем не менее, дальше у Ломаченко были только чемпионские бои или защита чемпионских поясов. Василий ворвался в мир профессионального бокса и за 4 года его фактически покорил. Он сам по себе денежный боец, уже за ним люди готовы подниматься в весовых категориях, понимая, что Ломаченко может принести большой заработок. Почему у Ломаченко получилось, а у Головкина нет? На наш субъективный и крайне непрофессиональный взгляд, во многом потому, что Ломаченко сразу начал вести известный промоутер Боб Арум. А делами Головкина занимался и занимается Том Лёфлер. Персоны до Головкина фактически неизвестные, не верите? Тогда как вам такая информация? За свою карьеру Арум организовал более 400 боев за чемпионские пояса. В его активе работают с такими людьми, как Мухаммед Али, Джо Фрейдер, Джордж Форман, Марвин Хаглер, Хулио Сазар Чалвис-старший, Шугар Рей Реннард, Оскар Делла Хоя, Мигель Котта, Мэнни Пакьяу и Флойд Мэвизер-младший. А теперь давайте перечислим все имена, с которыми по официальным данным работает Лёфлер. Двоеточие. Это Геннадий Головкин, Роман Гонсалес и Райан Мартин. Если вы знаете последнего, то мы крепко жмем вам руку. Э, может факты, конечно, малозначительные, но у Лёфлера даже своей страницы в Википедии нет. Мы продолжаем глубоко настаивать на мнении, что Лёфлер – человек без авторитета в США, и Головкин – это не его уровень. Именно из-за слабой позиции Лёфлера в профессиональном боксе, Головкину приходится терпеть мешков и подстраиваться под условия, выдвигаемый промоутером Сауля Альвареса Оскаром Делла Хоей. Да, Головкин – отличный боксер, но он дрался только с мешками. Это не наша цитата, именно так совсем недавно сказал Ломаченко, когда разбирал последний бой Гены против Альвареса. И опять же, все то же самое у Головкина. Раз, 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 все, больше ничего. И вот это весь бой ходил. Время? Весь бой. Правильно вот это, знаешь, получается. Лоргами боксировал, они там всем что-то пытались, он там мешал. Перебивал, перебивал. А теперь обращение непосредственно на Геннадию Головкину. Гена, тебе 35 лет, осталось 2-3 года. Да, есть человеческие отношения, которые для тебя, судьба всему, всегда превыше всего. Есть договоренности с командой Лёфлера, но есть очевидный провал из их стороны. Почему у тебя до сих пор нет на руках контракта на реванш с Альваресом? Когда он состоится? На каких условиях? Он опять будет стороной А? Сколько ты будешь ждать? Может быть, есть смысл подняться в весе? Мы хотим видеть тебя, хотим болеть за тебя по-настоящему. Мешки же не нужны никому, ни тебе, ни нам. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте выведем это видео в тренды, пусть нас замечают. Может и пока что это видео кому нужно. Спасибо, что с нами, всем хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok